Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у меня такой запланированный экстренный выпуск. Дело в том, что сегодня вечером я обнаружила на своих растениях очень неприятную картину. Обратите внимание на моих астрах. В принципе, на всех растениях и на розах в том числе сидели вот такие вот жуки. Полностью были облеплены все астры, прям вот, я не знаю, штук по 10, наверное, их было, если не больше. И вот если посмотреть, абсолютно каждое растение, оно просто испорчено этими жуками. Честно говоря, я даже плакала, когда это увидела, потому что не знаю теперь, что останется от моих растений. Астры испорчены практически все, и вот они, розы начинают тоже портить. Все молодые вот эти вот побеги с бутончиками, они все облеплены этими жуками. И это не только в этом месте, это абсолютно по всему саду. Я обрезала розы, и они только разлетались в разные стороны. Такая же картина и на огурцах. Я тоже несколько дней назад стала замечать, что у моих огурцов, которые растут на улице, как-то сохнут листочки, закручиваются макушки. Посмотрев, я ничего не увидела, какие-то повреждения, как будто какие-то сухие пятнышки. Но я подумала, что это от жары, ничего не стала делать. Но вот и сегодня я, когда увидела вот этих вот жуков на своих цветах, стала внимательно осматривать огурцы. И на огурцах они тоже были. И получается, это они все это время портили мои огурцы, пили сок из побегов, и поэтому скручивались макушки и засыхали листочки. Все это, конечно, неприятно, да слез обидно. Дома я стала изучать, что это за насекомое, что это за жук такой. Выяснилось, что это клоп, он называется еще клоп-слепняк. Это достаточно такой популярный вредитель всех сельскохозяйственных культур. И вот видите, судя по тому, что он у меня сидит абсолютно на всех растениях, это вредитель не только сельскохозяйственных культур, но и декоративных. Также я, кстати, когда стала смывать вот этих вот жуков водой, потому что я их обнаружила во время полива, они все просто роем полетели на меня, облепили мне ноги и начали меня кусать. Поэтому эти жуки, они еще и кусаются. Поэтому прямо сейчас я буду обрабатывать весь свой огород, весь свой сад инсектицидами. Жуков этих нужно как-то истреблять, как-то прогонять, потому что, ну, вы видите сами, буквально вот за несколько дней, какой вред, какой ущерб они мне принесли. И вот видите, все мои астры, я просто вот первых вот этих вот цветов, самых больших, я их просто не увижу. К счастью, у меня дома есть инсектициды, которые, надеюсь, помогут мне в борьбе с этими жуками. Огород я буду обрабатывать световермом. Ну, а все розы, все остальные цветы я уже буду обрабатывать химическими инсектицидами. Сейчас пойду, буду изучать составы и выберу те инсектициды, у которых побольше состав, у которых больше действующих компонентов. И уже этими инсектицидами буду опрыскивать все свои розы и все свои цветы. Что я хочу сказать, дорогие друзья, обязательно проверьте все свои растения. Мне кажется, в этом году из-за вот этой аномальной жары у нас просто нашествие вот этих вот жуков. Потому что сколько лет я выращиваю растения и разные насекомые видела, но таких не встречала никогда. И вот такого нашествия никогда не было. И вы сами видите, что вот до чего они доводят цветы. Видите, бутончик у розы, он просто высох. И вот они просто сидят не по одному, а минимум по два. Но это опять же, они разлетели здесь. Здесь вот тоже, видите, вот снизу они все сидят и просто пьют сок. В общем, дорогие друзья, проверьте свой сад, проверьте свой огород. А даже если вы вот этих вот насекомых не встретите, все равно советую провести профилактическую обработку. Потому что мало ли что, у меня их тоже несколько дней назад не было. И вот буквально там вчера или позавчера, не знаю, они вот налетели. И, пожалуйста, за сутки, можно сказать, они испортили мне все астры, ну и огурцы тоже. В общем, такая неприятная картина. Пойду я обрабатывать свои цветы. Всем пока и до встречи на моем канале. Субтитры сделал DimaTorzok